Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Есть голограмма, да. Хорошо. Берем голограмму в сетку. Защищаем физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Екатерину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Екатерины и этой голограммой поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Отправляем голограмму в клетку-тюрьму. И мы приветствуем Екатерину. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверяет ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, доверяю. Яд и команда на счет три сканера начинает сканировать. Есть семь тонких тел Екатерины, пространство над головой, под ногами. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел Екатерины, находит все. У нее очень странно, вот эта голограмма, она как проживает в ней жизнь свою. Мы сейчас найдем причины. Давай сначала закончим сканирование. Пусть каналы выстроятся. У нее демон, инкуб, у нее гуманоид. И вроде голограмма его. И арахноид. Тогда получается у нас сколько канала, Вера? Голограмма отдельный канал? Нет, голограмма нет канала. Хорошо. Так, значит, тогда четыре канала получается. Демон, инкуб, гуманоид, арахноид? Да. Понятно. Хорошо. Ну что, считай цифры над головой демона. Десять. На каком основании ты здесь находишься, демон? Тебя кто-то приглашал? У тебя есть контракт? Ну, он говорит, что он, в принципе-то, не в ней сидит. А в чем? Ей связал ноги он. В квартире. То есть ты в квартире ее находишься, да? Мы сегодня квартиру это будем чистить, демон. Сегодня мы будем все сжигать, все, что там находится. Сегодня, так сказать, конец этому представлению, которое вы устроили. И в ней, и в ее жилище. Мне интересует, как долго ты находишься в этом биополе, демон. И почему ты пришел? Тебя кто-то прислал? Или тебя кто-то подключил? Мне интересны эти нюансы. Он показывает огромную воронку в квартире. У нее, да? Да. То есть ты пришел из воронки и вошел в нее, когда она спала между тремя и четырьмя? Нет. Он... Страх, она напугана была. Чем? Он показывает воронку, из нее вылетают разные вещи. Я знаю, что из воронок вылетает. Я спрашиваю, чем она была напугана? Этим и была напугана. Она увидела эту воронку, она может видеть ее? Нет, они действуют на нее. Человек может бояться, если он что-то ощущает или что-то видит. Ты мне сейчас объясни свой ход мысли, потому что мне это начинает... Она слышит. Она слышит. То есть она слышит голоса? Да. Понятно. Хорошо. То есть это связано с воронкой. Какая причина возникновения этой воронки? Это искусственная воронка, сделанная руками человека, открытая? Или это же воронка, которая просто находится в этом доме? По другим причинам. Кто-то открывал воронку в ее доме? Мне это интересует. Из людей. Он говорит, гиблое место. Понятно. Значит, дом построен на гиблом месте. Хорошо. Итак, Демон, сколько ты находился в ее биополе? Недолго. Сколько? Меньше полгода. Меньше шесть... Пять месяцев. Хорошо. Инкуб, как долго ты находился в этом биополе? Три года. Тебя кто-то прислал? Ты сам пришел. Объясни мне свою причину появления. Фантазии. Хорошо. Так, переходим к арахноиду. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? Пять лет. Арахноид, у тебя в квартире есть родственники? Семья? Паутина? Нет. Хорошо. Мы просто будем в этом доме. Я не хочу тебя видеть второй раз. И переходим к гуманоиду. Гуманоид, откуда ты? Нибиру. Нибиру. Слушай, я уже Нибиру вижу чаще, чем свою маму. Я вот не понимаю, что вам там не сидится, а? Гуманоид, ты точно с Нибиру, а не с Ориона? Или ловец душ Сириуса? Я узнаю? Я с Нибиру. Хорошо. На ком основании ты пришел в это биополе? И какая цель была твоего визита? Вот мой вопрос. Поймать. Гуманоид, я тебе первое предупреждение выношу. Если ты будешь мне отвечать кусочками фраз, я начну на тебя воздействовать. Я в состоянии тебя в пепел превратить прямо здесь. Не доводим. Всказывает. Хорошо. Объясни мне, какое у тебя было основание входить в ее биополе? У тебя есть контракт с ней какой-то? Договор? Приглашение? Нет. То есть ты пришел как интерферент, который просто хочет украсть чужие энергии. Я правильно понимаю? Не энергии даже. Он ее вот в эту голограмму, он как в аквариум, что ли. Он ее туда помещает. Он ее хочет полностью поместить туда. И дальше? Как рыбку. Как копию какую-то определенную. То есть ты делал копию, создавал копию и ее генетическую копию. Я правильно понимаю? Да, с частью души. Иначе в этой голограмме находятся и частички души, и биоматериал. И память. И память. А зачем тебе это все? На каком основании ты приносил человеку такой серьезный вред? В музей. В музей? Объясняй. И есть место, где можно увидеть разные существа. Это как ваши картины. Ты знаешь, я уже очень много слышал. Я уже видел ловцов душ. Я видел ловцов, которые собирали гуманоиды. Ощущения людей, их воспоминания. Потом перепродавали это другим, которые готовы были заплатить за это чем-то свои энергии. Коллекции. Коллекции и так далее. То есть ты из этой черты, из этой категории, да? Да. Понятно. Вижу, Творец вас обидел серьезно. Если ты находишься на такой ступени развития, когда ты вынужден заниматься криминальными делами. А для меня это криминальная вещь. Понимаешь? Ты не в состоянии самостоятельно заработать себе то, что ты хочешь. То, что ты поменяешь. На что ты меняешь? На эксклюзивную работу. Хорошо. На что ты ее меняешь? На глобальную золотую энергию? Нет. На энергию жизни. Продление жизни. На энергию продления жизни. Глобальную я уже слышал. Вот энергию продления жизни. Вот это мне интересно. Откуда она в человеке может быть? Или тебе ее кто-то другой дает? Другой дает. Хорошо. И насколько она тебе продлевает жизнь? По-разному. Второе предупреждение. Третий будет удар. Причем серьезный лазером. Могу отрезать ногу. Итак, насколько продлевает тебе жизнь? По-разному. От недели до сотен лет. В зависимости от экспоната. Угу. И сколько экспонатов ты уже собрал за свое существование? Ты имеешь в виду с земли? Я имею в виду с земли, да. Не только люди, но и животные нас интересуют. А что вы делаете? Насекомые. Насекомые без проблем. Меня люди интересуют. А что именно? Какие люди вас интересуют? Это какие-то яркие души? Это какие-то яркие энергии? Это какие-то определенные энергии? Как это мне понять? Твой интерес? Нет. Это элементарный человеческий генофанд. Понятно. Хорошо. Вера, где мы остановились? Мы остановились на реверс у нас по плану. Правильно? Да. Хорошо. Я объявляюсь программой. Сейчас начнется реверс энергии. Мы отдадим темную, заберем светлую. После этого вы вытащите все, что вы оставили. После этого мы проведем рассинхронизацию. Сожгем каналы. И сделаем проверку. Все, кто пройдет проверку, уйдут на свою чистоту. Все понятно? Да. Все, кто обманут, сгорят в клетке. Я даю команду тонкой копии Екатерины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродную, негативную и патогенную низкие аббрационные энергии в ее биополе. Один, два, три. Выстраиваются каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкие аббрационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Екатерине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И выстраивай канал к этой голограмме от Екатерины, один, два, три. И пошел отток негатива, который пришел через голограмму. Как долго ты находился в биополе, гуманоид? Шесть идет. Шесть что, месяцев, лет? Шесть лет. Шесть лет, хорошо. Она в напряжении в каком-то ее, ну, трудно расслабиться. Она пытается отдать эту энергию, она идет слабо ее. Хорошо, я подхожу. Какая-то ее вот клубами какими-то. Я подхожу к Екатерине, кладу ей руки на плечи и даю ей столько энергии, сколько ей необходимо. Без напряжения, спокойно вернуть все назад. Один, два, три. Пошла энергия по каналам назад. Возвращаем все темное. Готово. Все вернулось? Да. Устанавливаем фильтр с золотой сеточкой. И в порядке реверса Екатерина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Готово. Хорошо. Так, реверс у нас закончился. Переходим к изъятию того, что у них есть. Выходит арахноид. Вытаскивает всю свою паутину, всю жидкость, все, что он оставил в биополе Екатерины. Возвращается в клетку и докладывает о готовности к проверке. Приступай. Ну, как иголки достает из головы. Плечи, грудь. Ну, иголки. Иголка в голове – это мы сразу знаем какие-то негрени, страшнейшие головные боли. Когда он протыкает своими лапами все семь тонких тел. Там потеря концентрации и, как сказать, не потеря памяти, а забывает, забывчивость. Все снял. Хорошо. Так, гуманоиды выходить не надо. Гуманоид, вытаскивай все, что я оставил в биополе. И докладывай мне о готовности к проверке. Он отсоединяет голограмм. По чакрам. Хорошо. То есть по всем чакрам шла голограмма, да? Да. Угу. Вот так вот. Братья по разному. Готовы. Хорошо выходит инкуб. Снимай все, что я в ее биополе оставил. Все свои полоски, ошейники, наручники. Все, что у тебя там есть, вытаскивай. И возвращайся в клетку, докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. Готов. Хорошо. Выходит демон. Отключайся, вытаскивай все, что ты оставил. Демон, у меня к тебе вопрос. Есть еще какие-то лярвы в ее биополе? На шее. Ты хочешь ее попросить? Ты хочешь меня попросить забрать эту лярву? Он не откажется. Хорошо. Вытаскивай сначала все, что я оставил в ее биополе. И докладывай мне с этого места. Я тебе дам отдельную команду на лярвы. Приступай. Ноги у нее связаны. И на ладонях есть что-то. Собрал. Я тебе даю, разрешаю тебе забрать лярвы. Забирай все лярвы, ничего не забывай. Приступай. И возвращайся в клетку. Готов. Хорошо. Я даю команду на рассинхронизацию энергии Екатерины. Сыны с голограммой. С демоном. С инкубом. Услово значения 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Хорошо. Так. Я подхожу к Екатерине, кладу руки на плечи. И помогаю ей моей собственной энергией сделать импульс высокого вибрационного шока удара. И сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы, отлетают. Открывается портал в галактической ядре. Все каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Я даю команду скэнеру на счет 3 начать контрольную проверку Екатерины. Все малейшие частицы, если что-то осталось, от интерферентов сжигаются сразу на месте. Если что-то крупное было забыто, загорается ярко красные маячки. 1, 2, 3. Скэнер делает контрольную проверку. Находит все. У нее, знаешь, есть какая-то как мокрота. Это вот как страх какой-то. Холодный пот. Вот что это. Внутри ее. Внутри ее. Хорошо. Чисто. Хорошо, все прошли проверку. Буду отпускать. Демон, я тебя отпускаю сейчас в квартиру Екатерины. Где-то минут через 20-30 я приду. Ты можешь пока все собрать, все, что ты там оставил. И я тебе открою портал на твою чистоту. И еще соберу негатив в этом доме. Тебе устраивают такие условия? Открывает. Хорошо. Соберу негатив и отдам его тебе. Все. Открывается сейчас портал в квартиру Екатерины. 1, 2, 3. И демон уходит в этот портал и дождается нас там. Закрывая, печатая, растворяя. Инкуб готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Инкуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Арахноид готов уходить? Готов. Арахноид, у тебя в квартире ничего нет. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую тебя, Ли. Ли, посмотри, пожалуйста, ситуацию. У нас сейчас находится здесь гуманоид с Нибиру. Вот. 6 лет он находился. Что-то он забирает, потом перепродает. И вот посмотри, я не понимаю эту паразитарную сущность и вообще эту планету Нибиру. Неужели у них все такие там странные? Нет, там есть чистая душа. Забираем его в розыске. Вот так вот. Хорошо. Гуманоид, вот так вот не сложилось. Не быть тебе гармонистом. Забрали они. Хорошо. Включаем высоковабрационные фиолетовые лучи. Вытесняем все остатки от интерферентов. Остается только за предел этой комнаты. Остается только твоя энергия. Моя и Екатерины. Хорошо. У нас еще голограмма. Открывается портал в галактическое ядро под голограммой. Она улетает на переработку. 1, 2, 3. Я думал, Лиза берет, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Поехали по частотам. Чисто. Переходим на чистоту неупокойной бесплотной души. Души есть. Души есть. И на счет 3 души выходят, идут в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Много их. Больше одной. Снимаются все маски и голограммы. Фантомы пристыли в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК проявляется. Их две. Они почему-то в кандалах. Руки, ноги. В спях. Хорошо. Они меня слышат? Вы меня слышите? Они как уставшие и озлобленные. Хорошо. Замученные, не уставшие. Значит, 3 снимаю с них. Кандалы. 1, 2, 3. Они меня слышат теперь? Да. Хорошо. Я обращаюсь к вам. Представьтесь, кто вы и как вы сюда попали, в это биополе. Я отпущу после этого вас в чистилище, в светлый портал. Вы уйдете туда, куда вы не могли очень долго попасть. Но объясните мне причину вашего пребывания в этом биополе. Они опять показывают эту воронку. И от нее вниз идет как разрыв земли, такие как трещины. И через эти трещины в эту воронку вылетают. А как они туда попали? Когда они умерли? Когда они жили на земле? Сколько лет они уже не в физическом биороботе? Это 43-й год. Какой 43-й? Еще 943-й год. Это во время войны, да? Да. Я с них снял кандалы? Все, ничего там больше не мешает? Снял. Хорошо. Как долго вы находились в этом биополе? Вы знали, что мы откроем вам портал? Или вы просто жили в этом биополе? Ну, получается, эта воронка их выбросила. А откуда она их забрала, эта воронка? Не знаю. Хорошо. Вы готовы уходить? Вы хотите уйти в светлый портал? Показывает, там как расщелины идут под землей, и вот оттуда все тащится. Воронка сильная, она вытягивает, она очень большая. Все понятно. Ну, будем заливать сегодня всем. Понятно. Хорошо. У меня больше вопросов нет. Вы хотите уйти на свое вчистилище, в светлый портал, к своим родным, близким, друзьям, которые вас ждут? Очень. И на счет три открывается портал в чистилище, светлый портал. Один, два, три. И неупокойные, бесплотные души посылаем нашу энергию любви, и они уходят в светлый портал, желаемым всего наилучшего. Их встречают друзья, родственники, кураторы. Готово. Закрывай, опечатай, растрей. Есть. Фух, кошмар, сорок третий год. Переходим на чистоту, бесплотный подселенец, если таковы есть или были, проявляется. Фантом какой-то. Фантом отправляется в клетку, тюрьму, один, два, три. Снимается все маски и голограммы. Фантом пристает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Это животное какое-то. Тоже из воронки выкинуло, да? Угу. Открывается портал против часовой стрелки в чистилище на чистоте этого животного. Один, два, три. И оно уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо, Екатерина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Она немножко шокирована. Ей нужно привыкнуть и понять эти энергии. Чувствует она себя замечательно, но очень по-новому. Конечно. Тем более после таких интерферентов, сидящих в вашем биополе. Сейчас этого всего нет. Сейчас у вас пойдет процесс усвоения этой энергии. И через пару дней вам станет намного лучше. С каждым днем будет лучше. Хорошо. У нас остались 10 вопросов к куратору. Екатерины. И я делаю запросы в энергоинформационном поле. И приглашаю к нам прийти в комнату диагностики куратора или учителя Екатерины. Мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратор или учителя Екатерины. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Золя. Золя. Это мужчина, да? Да. Уважаемый Золя, меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Екатерина. Мы сегодня проводили ее чистку, убрали все, что ей мешало в этой жизни. Все, что находилось негативное в ее биополе. Заправили ее энергией, подняли вибрации. И она еще написала 10 вопросов к своему куратору. Будете ли, уважаемый Золя, так любезно ответить нам на эти вопросы? Я приветствую всех в этой комнате находящихся. Я отвечу лишь на те вопросы, к которым готова душа. Безусловно. Безусловно. Если будут какие-то вопросы, к которым душа не готова, вы можете просто сказать следующий вопрос на ваше усмотрение, как вы решите. Благодарю вас. Значит, мы тогда начинаем с первого вопроса. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Хорошо. Приветствую тебя, мой дорогой куратор. Я знаю, что ты, скорее всего, часто был рядом и даже слышал эти мои вопросы. Я очень рада знакомству с тобой. Первый вопрос. Откуда моя душа? Я бы хотела сказать, что я всего лишь куратор. И раз душа не прочувствовала, откуда она, значит, душа не готова к этой информации. Хорошо. Вы пока. Ответ на этот вопрос придет позже. Придет позже. Хорошо. Благодарю вас, уважаемый куратор. Второе. Вы, никто другой, кроме вас, не знает лучше ее. Поэтому вы здесь хозяин. Как вы решите? Я не имею права говорить, откуда душа, если душа сама не прочувствовала и не поняла. Согласен. Здесь, безусловно, нужна какая-то определенная степень осознанности, если вы это имели в виду, и определенные, безусловно, желания, которые не являются чисто праздными. Я перехожу туда, с вашего позволения, ко второму вопросу. Не только это. Хорошо. А что еще? Энергии, которыми живет душа. Вот как. Совершенно верно. Когда она привыкнет к своим энергиям, она начнет вспоминать и понимать, кто она. До этого момента я не имею права направлять ее. Я все понял. Я полагаю, ей нужно, безусловно, определенное время после нашей чистки для того, чтобы эти все энергии в ней скармонизировались, синхронизировались при условии того, что она будет работать над собой. И тогда наступит этот момент, когда мы можем вернуться к этому вопросу. Кто-то сразу просыпается, а кому-то нужно время. Уважаемый Золя, мы встречались с сотнями кураторов, и это второй раз, когда мы встречаемся с такой ситуацией. Я имею полностью абсолютное понимание того, что вы сейчас сказали, и мы принимаем это как есть. Когда придет время, вы ей об этом сообщите. Она сама будет знать, она почувствует, кто она. Она почувствует эти энергии еще лучше. Отлично, хорошо, благодарю вас. Вы позволите в этом случае переходить ко второму вопросу? Один. Какой уровень моего высшего я? Десять. Благодарю вас. Третий вопрос. Сколько негативной энергии я накопила в этом воплощении? Двадцать один. Благодарю вас. Сколько кармических узлов я прошла, и сколько еще должна пройти? Три впереди. Прошла два. Благодарю вас. Пятый вопрос. Каково мое предназначение в этом воплощении? Осознанность. Развитие. Развитие осознанности. Вы закончили? Нет. Я подбираю слова. Я понимаю. Прошу прощения. Люди вокруг тебя. Много людей. Ты должен научиться быть твердой. Защищать себя. И не дать чужой энергии привести твою энергию в хаос. Ты твердой научиться говорить нет. Продолжай. Если вы позволите от себя добавить два слова. Нет. Это является самым трудным и одновременно самым важным словом для живущих душ на земле. Это очень трудно. В некоторых моментах это сказать. Но те, кто умеет пользоваться словом нет, именно осознанно, те являются, те на правильном пути. Правильно. Нужно дорасти до этого, чтобы научиться отказывать. Я теперь понимаю. Защищая себя и свои энергии. Благодарю вас. Здесь нечего добавить. И я перехожу к шестому вопросу. Он интересный. На что я могу опереться, чтобы чувствовать правильные знания? На свою интуицию. Ответы внутри тебя. То есть это можно сказать, что это резонирует, эти знания с ее чистотой. И тогда она может это использовать как ту меру, которую определяет, правильно это знание или нет. Логику. Логика. Опирайся на логику. Очень важно. Интуиция. Логика. Не будь мягкой. Не поддавайся чужому мнению, как я уже сказал. Не расплывайся, как кисель. Тебе нужно быть немножко тверже. Интуиция и логика – это два ключа. И, скорее всего, если вы позволите добавить два слова, критическое отношение к любой информации, которая приходит. Проверять ее по каким-то определенным... Анализ. Анализ. Я это хотел сказать, это и есть критический, это и есть анализ. Благодарю вас, уважаемый. Золя, я перехожу к следующему вопросу, если вы позволите. Нужно ли мне по запросу заниматься коррекцией или чисткой других людей? В скобках «друзей» – вопросительный знак. Чтобы заниматься этим, ты должна окрепнуть, как я уже и говорил. Окрепнуть внутри, понимать себя. Здесь нет слова «помощь», здесь есть слово «трата энергии» твоей личной. Не подпускай к себе жалостью. Ты должна быть твердой внутри, чтобы работать с энергией. Иначе, как я уже сказал, будет хаос внутри тебя. Благодарю вас. Действительно, для того, чтобы работать с энергиями, нужно иметь, во-первых, этот себе стержень, так как можно себе еще больше навредить и навредить еще людям. Люди могут помогать только в том случае, когда они в состоянии помочь самим себе сначала. Иначе они могут на себя в противном случае или в самом плохом случае забрать эти проблемы, эти сущности на себя, не умея пользоваться этими энергиями. Для этого нужен, безусловно, какой-то твердый стержень, находящийся внутри. И, как вы сказали, анализ, критическое мышление. Все верно. Я просто это повторяю не для себя, а для Екатерины, чтобы ей легче было понять на нашем человеческом языке, я так скажу. Если вы позволите, я перехожу к следующим вопросам. Восьмой. Да. Какие во мне есть ключевые недостатки и как мне от них можно избавиться? Доверчивость. Скажите, между доверчивостью и наивностью есть тоже какая-то грань, правильно, уважаемый Зуля? Можно доверять, но человеку все равно даются эти сигналы, когда он чувствует, что что-то не то. Может быть, не стоит как-то так доверие на 100% давать. Это все-таки действительно мы опять возвращаемся к, к слову, критический взгляд на проблему. Здесь немножко другое. Здесь есть присутствие жалости. Это всем другая численность. Должно заменить жалость, милосердие, но сперва помочь себе. Жалость не должна подступать к твоему биополю. Это есть мягкость, о которой я говорю, которая вредит тебе. Понятно. Ей надо быть тверже в нашем мире материальном, в котором мы находимся. И жалость – это совсем другая энергия. Имеет свою чистоту. Надо отметить, на эту чистоту очень много интерферентов заходит. Если она от жалости избавится, вы хотели сказать, это будет ее основной недостаток. Это основная ее проблема. Скажите, а есть еще какие-то ключевые недостатки, кроме жалости? Это значит ключевые. Она задала вопрос, какие во мне есть ключевые недостатки и как мне от них избавиться. Ключевые – это основные. Доверчивость. И все, да? Это базовые недостатки. Доверяя, ты впускаешь жалость. Жалость разрушает тебя, забирает твои энергии. Ты перестаешь думать о себе, ты начинаешь думать о том, кого тебе жалко. Этим разрушая себя. И не посвящая драгоценное время своей душе. Как я уже сказал, ты должна быть твердой. И назову это здравомыслящей. Хороший синоним. Благодарю вас, уважаемый Золя. Здесь вы ответили. Я просто просил вас немножко развернутое ответить на этот вопрос, и вы это сделали. Примите мою искреннюю благодарность. Я хотел просто для Екатерины это развернуть, этот ответ, чтобы она поняла, в чем и какая последовательность этих цепочек и этих действий. Если вы закончили. Да. Следующий вопрос. Девятый, предпоследний вопрос. Что я могу сделать, чтобы встретить свою родственную душу и партнера в этом воплощении? Ты можешь укрепить себя и оставаться собой. А эта чистота притянет душу родственную или партнера? Притянет. Благодарю вас, уважаемый Золя. Последний вопрос. Десятый. Какие у меня таланты? У тебя есть харизма. Это большой дар. Милосердие, которое ты превращаешь в жалость и распыляешь свою доброту не там, где нужно. Тебе нужно научиться распознавать людей на своем опыте. Проанализируй отношения с разными людьми, и ты поймешь, где твои ошибки, чтобы не допускать их дальше. Это талант распознавать людей. У нас называется это даром. Но это и есть действительно талант. Благодарю вас, уважаемый Золя. Очень интересно было слушать ваши ответы. Очень глубокие, мудрые ответы. Сразу чувствуется опытного куратора. Уважаемый Золя, если вы закончили сейчас, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. К каждому куратору, каждому учителю, который приходит в эту комнату диагностики, а здесь были уже несколько сотен кураторов, учителей со всех уголков нашей Вселенной, со всех миров. Мы всегда преподносим один определенный подарок в знак благодарности за эту помощь, которую оказывает куратор или учитель своему подопечному. Позвольте вам, пожалуйста, я чувствую космическая душа, позвольте вам преподнести от нас корзину с самыми вкусными и чистыми ягодами, которые есть на Земле. Это самый чистый продукт, который у нас еще остался на Земле. Он полон энергии. И мне бы хотелось передать вам от меня, от Екатерины, от Веры, этот скромный подарок. И мы очень надеемся, что вам он понравится. Благодарю за неожиданность. Здесь еще Екатерина написала пару слов для вас. Я благодарю моего куратора от всей души. И если это будет возможно, то я хотел бы подарить ему букет из ощущений. Как будто завтра Рождество, и ты веришь, что обязательно будет чудо. Как будто ты просыпаешься утром, и ты видишь и слышишь шум моря. Вдыхаешь запах деревьев и знаешь, что за твоей спиной горы. И как будто идешь по лесу, видишь, как солнце проглядывает сквозь кроны деревьев. Слышишь запах лесных ягод. И тебе так хорошо. С любовью, Екатерина. Верочка, мать... Ничего удивительного. Екатерина описала саму себя. Из всего этого списка ей нужно материализовать горы. У себя за спиной. Ей не хватает поддержки. Энергии, которую она получила сегодня. Вся остальная сентиментальность не присутствует. Но поддержка – это то, что она должна укрепить внутри себя. Получается, она сама ответила, в принципе, на все свои вопросы в своем последнем заключительном слове. То, о чем мы говорили. Мы просто расшифровали это. Мы просто расшифровали это. Благодарю вас, уважаемый Золя. Именно так же она должна прочувствовать эти энергии, научиться закачивать их и разбудить свою душу. Душа сама скажет, кто она. Иногда душе нужно немножко больше времени, чтобы раскачаться. Было бы желание. Было бы желание, человек получит все, что он действительно хочет. Я вижу, что Екатерина стремится к познанию себя, познанию этого мира, к своему развитию. Поэтому у меня это всегда отзывается такими высокими вибрациями, ощущениями. Мы с удовольствием помогаем таким людям. Мы открываем им двери, мы убираем всех интерферентов. Но дальше они должны идти сами. Это и есть та осознанность, свобода выбора и ответственность за свои решения. Благодарю вас, уважаемый Золя. Мы закончили. Примите на этом месте от меня, от Веры, от Екатерины нашу искреннюю энергию благодарности за вашу помощь. Я уверен, вы сегодня очень сильно помогли вашей подопечной. Я не говорю прощайте. Я говорю до скорых встреч. Возможно, у вас все-таки наступит когда-то момент, когда вы напрямую осознанно, вернее Екатерина осознанно сможет общаться и со своим куратором, задавать ему вопросы, принимать правильные решения. Но для этого, безусловно, нужно какой-то шаг с ее стороны и немного времени. Я благодарю вас за эту интереснейшую встречу и подарки, которые я получил. Придите мне благодарность. Принимаем искренне вашу благодарность. Нам очень приятно, что вам это понравилось. И передайте в своем мере, если у других кураторов будет желание достучаться до своих учеников. Мы всегда готовы их принять. Непременно. Благодарю вас. Всего вам доброго. Высоких энергий, чистых вибраций. Наилучшие пожелания. Примите на этом месте. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо. Екатерина, вы пообщались со своим куратором. Вы все поняли? Да, это волшебно. Вы стоите в самом начале пути. Сейчас только самое волшебное начнется. И оно будет развиваться с геометрической прогрессией, с каждым вашим усилием. Старайтесь. Задавайте мысленные вопросы. Получайте ответы. И вот так вы настроите этот канал. Все будет у вас хорошо. Сейчас мы, Екатерина, вернем вас назад в ваш биоробот и приступим к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Екатерины в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделенке головного мозга. Проходит полная синхронизация физического биоробота с энергетическими тонкими телами. Готова. И отключайся от объекта.